Всегда контролируйте скорость и инерцию мотоцикла. Когда вы находитесь на трассе, вы или разгоняетесь, или тормозите. Запомните, вы должны очень хорошо чувствовать эти два действия. Вы разгоняетесь, переключая передачи, используя сцепление и рукоятку газа. Вы тормозите, снова правильно убирая передачу, действуя передним и задним тормозами. При необходимости блокировать заднее колесо, вы подключаете сцепление. Вы должны добиться ощущения необходимого усилия разгона или торможения, именно в тот момент, который вам нужен, и настолько, насколько вам нужно. Вы также должны чувствовать, когда переходите от разгона к торможению, и наоборот от торможения к разгону. Я называю этот пород ДЭКС, подход ДЭКС и выход ДЭКС. На трассе мотокросса много ДЭКСов, прежде всего это повороты. Наиболее важная часть поворота, там, где вы переходите от торможения к разгону, выход ДЭКС. Не забывайте, что вы переходите от торможения к разгону сразу без перехода и сомнений. Скорее, эти действия будут накладываться друг на друга. Торможение на разгон и наоборот, разгон на торможение. Другими словами, вы одновременно регулируете торможение и разгон. Это не только контроль за скоростью инерции мотоцикла. Вы регулируете прохождение определенных участков трассы и вращение мотоцикла, как, например, при скольжении. Но об этом чуть позже. Сначала рассмотрим технику управления, затем некоторые способы отработки. Начнем с отступления и газа. Вы практически всегда действуете ими одновременно. Если вы действуете только рукояткой газа, вы должны рассчитывать на отдачу двигателя. Когда вы действуете сцеплением и газом одновременно, вы контролируете отдачу двигателя. Вы получаете ее в нужной степени и подходящий момент. Вы постоянно должны придерживать рукоятку сцепления одним или двумя пальцами, потому что в любой момент можете воспользоваться ней. Вы хотите, чтобы двигатель давал хорошую отдачу. У вас будет достаточно времени, чтобы переключить передачу, прежде чем указатель скорости дойдет до красной отметки. Надежный контроль тормозных рычагов ногой и рукой. Необходимый навык. Многие гонщики недостаточно часто эффективно используют передний тормоз. Передний тормоз действует сильнее, чем задний. Вот хороший пример. При подходе к повороту воспользуйтесь передним тормозом. Действует хорошо, даже несмотря на то, что земля скользкая. Теперь то же самое, только тормоз не передний, а задний. Мотоцикл тормозит очень плохо, несмотря на то, что блокировано заднее колесо. Передний тормоз также используется на подобных поворотах, чтобы замедлить движение мотоцикла и заставить его лучше повернуть до порога декса. И над аккуратным действием передним тормозом осуществляется одновременно с поворотом рукоятки газа при прохождении декса. Таким образом, вы очень точно регулируете скорость и инерцию мотоцикла в самый ответственный момент поворота. Даже если вы не очень часто пользуетесь наружным тормозом, палец все время должен быть на рычаге. Задний тормоз используется очень часто, и не только для наиболее очевидной задачи, чтобы замедлить движение машины и блокировать заднее колесо. Например, знаете ли вы, что при прохождении поворота и наклоне мотоцикла, если вы будете контролировать задний тормоз, то это скажется на поведении переднего колеса. Переднее колесо будет уходить внутрь поворота, не скользнет наружу. Когда вы находитесь в крайнем заднем положении, стоя, вам приходится доставать ногой рычаг заднего тормоза. Когда при повороте вы садитесь в центральном положении, вы должны контролировать рычаг тормоза, всей ступней убрав ногу с педали. Теперь вы понимаете, насколько важно научиться по-настоящему управлять мотоциклом. Чем лучше вы будете управлять, тем быстрее и легче вы будете ездить. Кроме того, вы будете получать гораздо больше удовольствия. Отрабатывайте управление системами по отдельности, сцеплением газом. Найдите участок, на котором грунт дает хорошее сцепление. Начните на второй передаче с небольшой скоростью, набирайте ход, действуя газовым сцеплением. Замедлите движение перед тем, как двигатель начнет перенапрягаться. Повторяйте упражнение до тех пор, пока вы не сможете использовать двигатель на максимально возможной тяге, от минимума до максимума на диапазоне передачи. Затем отрабатывайте упражнение на первой передаче. На ней вы сможете в большей степени контролировать тягу, которая в меньшем диапазоне способна развивать большую скорость, мощность. С помощью этого упражнения вы сможете гораздо лучше чувствовать возможность двигателя. Передний тормоз. Разгонитесь, затем постарайтесь как можно быстрее остановить мотоцикл, пользуясь только передним тормозом. Отрабатывайте упражнение сидя и стоя, и не забывайте, что вы не должны опираться на руль. Еще один хороший способ научиться пользоваться передним тормозом. Действуйте им при прохождении поворотов на спуске. Отрегулируйте ход переднего тормоза так, чтобы он проходил дек на подобном повороте на половине хода рычага. Вы должны действовать задним тормозом в любой позиции, и находясь в крайнем заднем положении стоя и сидя впереди. Я указываю на эти положения, потому что именно они встречаются чаще всего в момент использования заднего тормоза. Чтобы отработать эту технику, найдите длинный прямой участок, переходящий в пологий поворот, без уступов. Хорошо, если присутствует небольшой уклон вниз. Для поворотов вправо и влево техника выполнения несколько отличается, потому что рычаг заднего тормоза расположен справа. Запомните, когда на повороте вы наклоняете мотоцикл и действуете задним тормозом, переднее колесо начинает уходить внутрь, что не дает ему скользить наружу. Сначала рассмотрим левый поворот. Перед поворотом вы отодвигаетесь назад, перенося назад вес тела, контролируя ступней, находящейся на педали рычаг заднего тормоза. Продолжайте контролировать его, перемещаясь вперед на сиденье на самом повороте. Вы должны убрать ногу с педали и полностью перенести ступню на рычаг заднего тормоза. Правый поворот отличается только тем, что выставляя ногу, вы не можете больше держать ее на рычаге тормоза и действовать им. Поэтому всегда важно, как можно дольше держать ноги на педалях, а также научиться пользоваться передним тормозом. Когда вы выставляете ногу, то единственный способ замедлить движение мотоцикла – это задействовать передний тормоз. Система управления служит для осуществления различных маневров. Задний тормоз регулирует тормозное и тяговое скольжение на повороте под прямым углом. В момент декса вы поворачиваете мотоцикл. Запомните, ось вращения мотоцикла проходит через его центр. Когда вы в центральном положении, то находитесь над центром мотоцикла и соответственной ему осью вращения. Отсюда вы выполняете все движения, чтобы обеспечить выполнение мотоцикла маневров. Когда вы находитесь в центре, то ваш вес приходится на ось вращения. Чуть наклонились вперед, и вес уже впереди оси вращения. Чуть назад, и вес перемещается назад за ось вращения. Соответственно, если вы находитесь не в центральном положении, то при движениях не будете оказывать действия на ось вращения. Вот характерный пример. Гонщик не в центральном положении. Он слишком сильно отодвинулся назад. Поэтому, когда он перемещается вперед, его вес приложен не впереди оси вращения, а все еще позади. Это только один пример, подтверждающий необходимость нахождения в центральном положении. И гораздо больше на самом деле. Вернемся к работе с задним тормозом. Когда на повороте вы переходите от торможения к набору скорости, прямо перед порогом ДЭКС, вы должны чуть больше наклонить мотоцикл, и чуть сильнее нажать на задний тормоз. Так что блокируется заднее колесо. Задняя часть мотоцикла начинает скользить и поворачивать. Одновременно вы должны выжать сцепление. Это происходит как раз в момент ДЭКС. И после этого продолжать вращение управлением сцеплением и газом. Еще один фокус с задним тормозом блокирует заднее колесо в прыжке. Остановив его вращением, вы добиваетесь того, что переднее колесо несколько опустится вниз. Это также помогает переместить корпус вперед за ось вращением. Этот навык будет помогать вам при некоторых приземлениях. Задний тормоз может также использоваться во многих ситуациях, когда нужно удержать заднее колесо от подскоков. Хороший способ изучения – действовать задним тормозом как раз перед тем, как убирать газ при подходе к повороту на буграх. Затем чуть добавьте газа, одновременно продолжая тормозить на повороте. Переднее колесо будет удерживаться, не проскальзывая наружу. Часть нагрузки будет снята с вилок. Станет легче рукам и плечам. Задняя подвеска лучше погасит удары, и задняя часть мотоцикла не будет подскакивать. Таким образом, вы добиваетесь большего контроля и быстрее входит в повороты. Но для этого нужно очень хорошо ощущать управление. Если тормозить слишком сильно или же не вовремя, ничего хорошего из этого не выйдет. Управление...